Здравствуйте! В эфире информационная программа «День о событиях» в Райском федеральном округе. В студии Рина Арефьева. Главное, за день. Нет чипа, нет шубы. Как происходит маркировка меховых изделий и что грозит тем, кто продает контрафакт? Учите ученого в Райском федеральном университете сегодня не стали рассматривать вопросы лишения министра Мединского докторской степени. Умер через два дня после выписки в Сургуте. Возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи больному. Сегодня стартовали всероссийские учения по гражданской обороне. В каждом регионе свой сценарий. Самозанятость приносит результаты. В Сюменской области растет количество предпринимателей. Итак, в России уже почти два месяца действует обязательное чипирование меховых изделий. Система маркировки создается для борьбы с серыми производителями. По некоторым данным, оборот по продажам шуб из натурального меха в нашей стране составляет около 180 миллиардов рублей. В чипах содержатся данные о каждом изделии и позволяют отслеживать его путь с производства до магазина. Как это работает в сюжете Анастасии Кондрашовой. Модные шубы и куртки на меху прибыли из Италии. На таможенном посту аэропорта Кольцова сотрудники службы каждое изделие сверяют. Затем поставщик накладывает персональный чип. Маркировку можно также приклеить или вшить внутрь дубленки, шубы или манту. Электронные ярлыки должны быть даже у небольшого шарфика. Это шарф из натурального меха, он тоже подлежит маркировке. Если куртки имеют только отделку, например, на рукавах, либо на карманах, либо только вороник меховой, эти изделия не подлежат маркировке. Обязательное чипирование проходит как импортные меховые изделия, так и отечественные. Следить за наличием ярлыков будут таможенники, налоговики и Роспотребнадзор. Все это делается для борьбы с незаконным оборотом ценного меха. При маркировке на фотоаппарат инспекторы фиксируют нанесение меток на меховые вещи. Я провожу идентификацию, что вот этот кис относится именно к этой шубе. И пока эта шуба не будет куплена, кис будет висеть здесь. В любом месте нашей страны мира можно идентифицировать эту шубу. Эти неприметные мешки на вес золота. В них опечатаны норковые шубы на общую сумму 20 миллионов рублей. Ценный мех был конфискован таможенной службой. На него у поставщика не было никаких документов. В прошлом году инспекторы в магазинах Свердловской области изъяли более 5000 меховых изделий, завезенных нелегально. Это вопрос достаточно серьезный. И отсутствие маркировки на товаре может свидетельствовать о том, что товар либо незаконно перемещен через таможенную границу, либо он просто опасен. Модницам после нововведения придется почувствовать дефицит меха. Далеко не все поставщики успели получить чипы. Меховые салоны не смогут вывешать в торговые залы ни одной дубленки без ярлыков. Причем даже если шубка была привезена много лет назад и до сих пор не нашла покупателя, ее обязаны промаркировать. Зеленые чипы сделаны в России. Красные – производитель иностранный. Меховые акцизы содержат всю информацию о товаре. Такое, как страна производства, вид меха, информация о производителе. Сейчас я вам продемонстрирую это. Так, вот он сканировал. Здесь написано «страна Греция», страна производства, вид меха, норка. Отсутствие чипов на шубах грозит серьезным штрафом. А 300 тысяч рублей в особых случаях можно лишиться и свободы. Анастасия Контрашова, Денис Урасбахтин, информационная программа «День» Екатеринбург. Известный уральский бейджампер Ратмир Нагимьянов разбился во французских Альпах. Во время прыжка с высоты почти 4000 метров у него не раскрылся парашют. Расследованием трагедии на горнолыжном курорте сейчас занимается местная жандармерия. Ратмир Нагимьянов знаменит тем, что выполнял самые сложные трюки в разных точках мира. Кроме того, он совершил несколько прыжков с высотных зданий в Екатеринбурге и Тюмени. Видео прыжков он выкладывал в интернет. После известия о гибели Нагимьянова без жампера организовали в интернете сбор средств в помощь жене спортсмена. Незадолго до смерти экстремал написал пост в соцсетях об опасности прыжков, сравнив их с русской рулеткой. Чем сложнее твой прыжок, тем больше правил, которые тебе нужно знать. Когда ты играешь без ошибок, прыжки не опасны. Но как только ты ошибаешься, начинается русская рулетка. Может ничего не случиться, и ты полетишь дальше. А может попасть боевой патрон. Ты разобьешься или травмируешься. В этом и есть смысл безопасных прыжков. Играть по правилам, соблюдать их и стараться не ошибаться. В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту неоказания помощи больному. По предварительным данным, медики окружной больницы выписали из стационара и отправили домой умирающего пациента. Мужчина не смог самостоятельно зайти в подъезд и несколько часов ждал помощи, сидя на лавочке. Сестра голову просто приподняла, у него сразу кровь шла. То есть любое движение у него происходило кровотечение. Они утверждают, что у него не было кровотечения, но приехавшая бригада скорой помощи утверждает, что у него была запекшаяся кровь. То есть у меня возникает вопрос, откуда она у него взялась, если у него не было кровотечения. Борис Соколков был госпитализирован до июля этого года. По словам родственников, у мужчины было тяжелое заболевание легких. Он не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в искусственном кормлении. Спустя какое-то время врачи сообщили родственникам, что пациент отказался от еды и лекарств и отправили мужчину домой на такси. Спустя два дня он умер. В больнице ситуацию не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну. Отделом заинтересовалась прокуратура. Если вина медиков будет доказана, им грозит до трех лет лишения свободы. В целях установления всех обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело к причинению смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следствие намерено не только дать правовую оценку действиям работников медицинского учреждения, но и провести работу по выявлению причин и условий, способствовавших произошедшему. В Челябинске фундамент одного из жилых домов размывают грунтовые воды и отходы от канализации. Система отведения двухэтажки устроена по старинке на основе выгребной ямы. А чтобы засыпать ее, необходимы сотни тысяч рублей. Сюжет наших челябинских коллег. Полтора метра нечистот. Выгребные ямы жителям двухэтажки в Чурилово продолжают докучать даже после проведения канализации. Хранилище для фекалий рабочие в свое время не только не закопали, но и сделали частью системы отведения. Вот у нас канализация. Поступает из дома в выгребную яму. С выгребной ямы набирается где-то метр-полтора. Доходит до трубы и поступает в общую канализацию. Вот она развалилась. Мы закрыли дверями, чтобы детишки не утонули. За детьми теперь нужен глаз да глаз. Да и от запахов никуда не деться. У Анфисы, например, окна кухни выходят прямо на яму. Когда очень долгое время их не выгребают, это такой запах стоит невозможный. Поэтому стараемся бороться сами своими силами. Как-то берем у кого-то какие-то отсосные машины, что-то начинаем выгребать. Цветы садим, чтобы под окошком не хотят приятный запах. Страшнее всего, по мнению жильцов, то, что стены в выгребных ямах рушатся и фекалии вместе с грунтовыми водами размывают фундамент здания. С просьбой переделать канализацию местные жители обращались и к областным властям, и к городским. Но ответ получали один. Засыпать ямы они должны за свой счет. Первоначально они должны инициативную группу определить, которая бы со своей управляющей компанией определилась уже по сметам. В данном случае это будет капитальный ремонт. Капитальный ремонт, он не идет по статье «Содержание ремонта», поэтому это будут отдельные финансовые средства, которые мы будем собрать. В 2017-м двухэтажку ждет капитальный ремонт. Почему канализацию не включили в план работ, не ясно. Обещают только укрепить и привести в порядок фасад. Жильцы боятся, что такой ремонт не спасет дом, потому намерены поднять вопрос уже на федеральном уровне. Мария Минина и Кирилл Уланов. Специально для информационной программы «День» 31 канал Челябинск. В России стартовала тренировка по гражданской обороне. В каждом населенном пункте разыгрывается свой сценарий чрезвычайной ситуации. В Иральском округе тренировки подключили столицы регионов. Так, Екатеринбургу угрожает техногенная авария. Для обеззараживания техники в одном из автопарков развернули специальный пункт. За час команда радиохимозащиты может обработать по пять автобусов или другого транспорта специальным раствором. Спасатели показали сегодня и командный пункт одного из районов. Всего по городу таких семь. По сути, это бомбоубежище, откуда руководители будут контролировать процессы жизнеобеспечения наверху. В пункте есть рабочий кабинет и столовая, спальня и медкабинет. Одновременно в нем могут жить и работать 900 человек. Связь установлена с ЕДДС по радиостанциям КВ и УКВ диапазона. Плюс телетайп, плюс интернет, интранет и так далее и тому подобное. Остальное я вам не скажу закрытый канал. А в Курганской области о старте всероссийской тренировки узнали в 6 утра. С этого момента начался первый этап организационный. Он включает в себя создание различных эвакуационных комиссий, в которые входят и чиновники, и спасатели. И проверку готовности систем связи и оповещения населения. Завершилась тренировка в Курганской области масштабными учениями на ТЭ. Которая попадет в условную зону заражения, будут эвакуированы жители ближайших населенных пунктов. Также во всех муниципальных образованиях пройдут тренировки пожарных подразделений, пройдут тренировки нештабных аварийно-специалистовных формирований, муниципальных образований. В Курганской области планируется задействовать на тренировки порядка 55 тысяч 716 человек. Сегодня состоялся большой этнографический диктант. Это всероссийская акция. Она проводилась впервые. Все желающие смогли проверить знания народов, проживающих в нашей стране. Задания, кстати, были не из легких. Сюжет Анастасии Горуховой. Никаких телефонов и шпаргалок за дисциплиной на этнографическом диктанте следят не хуже, чем на ЕГЭ. Все места в аудитории заняты. Проверить свои знания о народах, населяющих Россию, пришли десятки горожан. Попробовать решили и мы. Этноэкзамен состоит из 30 вопросов. Сначала довольно простые. Например, какой документ начинается словами «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле». Это Конституция Российской Федерации. Дальше просят перечислить 7 самых многочисленных национальностей России и назвать все столицы республик. А вот дальше начинается самое интересное. Какой из языков России занесен в Книгу рекордов Гиннеса из-за большого количества падежей? Где живут манси и чукчи, что едят евреи и украинцы? Задания связаны с бытом, культурой и традициями почти двух сотен наций. Это традиционное удмуртское свадебное блюдо. В переводе с удмуртского – хлебное ушко. Первое – лагман, второе – паэлья, третье – калья, четвертое – пельмени. Большой этнографический диктант сегодня прошел во всех уголках страны. Захид Эрназаров по национальности узбек в Екатеринбург приехал учиться из Самарканда. К диктанту представитель тюркоязычного народа готовился основательно. Мне всегда было интересно узнавать новое и что-то о других народах. Сейчас немножко напряженная ситуация в мире. И очень полезно, чтобы другие народы жили в России мирно и общались дружно. Тестирование анонимное. По итогам будет подготовлена статистика, которая позволит оценить уровень этнографической грамотности россиян и скорректировать образовательные программы. Некоторых блюд я, допустим, вообще не знаю. Или детали, костюм вообще не представляю, как они должны выглядеть. То есть названия для меня совершенно незнакомы. Самый сложный вопрос был связан с названиями республик и их столицами. Оказалось, что я очень мало знаю, пришлось догадываться. Оцениваться диктант будет по стобальной шкале. Я уверена, что будут низкие показатели. Были какие-то очень специфические вопросы. Название головного убора у разных народов. Но, в общем-то, это настолько редко встречающаяся информация. Она не актуальна для нашего образа жизни. Результаты станут известны только 4 ноября, в День народного единства. Анастасия Горохова, Антон Муханов. Информационная программа «День Екатеринбург». Смотрите далее. Учитель ученого в Уральском федеральном университете сегодня не стали рассматривать вопросы решения министра Мединского докторской степени. В Челябинск открыли перинатальный центр и первыми родились двойняшки. Самозанятость приносит результаты. В Тюменской области растет количество предпринимателей. Вы смотрите информационную программу «День». Мы продолжаем. Диссертационный совет Уральского федерального университета сегодня перенес заседание лишения министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Главной причиной стало отсутствие самого соискателя. Мединский сейчас находится в командировке в Казахстане. Докторскую диссертацию на тему проблемы объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков Мединский успешно защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете. Спустя 4 года научную ценность его работы поставили под вопрос два доктора исторических наук и участник сообщества Диссернет. Они обратились в Миноборнауки с требованием лишить Мединского научной степени. Вопрос вынесли на рассмотрение в Екатеринбурге, поскольку ученый совет, перед которым защищался Мединский, расформирован. Заключение Екатеринбургского диссовета будет носить рекомендательный характер. Окончательное решение предстоит принять высшей аттестационной комиссии. Ну и сегодня же научное сообщество выступило в поддержку министра культуры. Это добротный труд, который написан на высоком профессиональном уровне. Там корректно поставлена проблема и решена. Она вносит значительный вклад в науку, в историческую науку. И там поставлена актуальная проблема. Мне кажется, все накладки на Владимира Славовича идут именно с идеологической, концептуальной стороны. Мне нравится то, что он поставил проблему национальных интересов. Да, но историк вправе ставить такую проблему. На мой взгляд, вот если что-то считать ненаучным, конечно, это заявление. Потому что оно написано, честно говоря, с определенными нарушениями юридических норм. То есть оно содержит, по сути дела, ругательство в адрес соискателя степени. В Челябинске заработал новый областной перинатальный центр. В нем будут принимать сложные роды. За первые три дня работы врачи уже помогли появиться на свет 18 младенцев. Ну а первыми в новом перинатальном центре родились двойняшки Александра и Агата. Мама и малышки чувствуют себя хорошо. Строили перинатальный центр по федеральной программе. До конца года в разных уголках страны должны появиться еще 32 таких же. Возводить Челябинский центр начали в 2014 году. Здесь есть 12 индивидуальных родильных залов и еще 3 операционных. Есть отделение реанимации для рожениц и младенцев, где будут выхаживать новорожденных с недостаточной массой тела. В перинатальном центре также откроется отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Наше мнение всегда учитывалось при строительстве областного перинатального центра. Особенно учитывалось мнение, когда наполняли оборудованием. То оборудование, которое должно было находиться здесь в перинатальном центре. Здесь заведующие, начмеды, главный врач. То есть все мнение было учтено, какое оборудование должно быть здесь. И в настоящее время здесь собрано самое современное, самое высокотехнологичное оборудование. Высокотехнологичное оборудование, которому могут позавидовать даже западные клиники, используется и в Уральском клиническом лечебно-револитационном центре. Сегодня там была выполнена 10-тысячная операция. Таких результатов врачам удалось достичь за 2 года работы. Сам центр был построен на частные деньги, но операции здесь проводят и в том числе по линии УМС. Сюжет Романа Марьяненко. Александру Ивановну в реабилитационном центре знают хорошо. Здесь она лежит в третий раз. За 2 года женщина перенесла несколько операций. Сначала ей заменили коленные суставы, а на днях и тазобедренной. До операции, вы не поверите, я не могла даже повернуться. Мне помогал мой муж, чтобы я, потому что не могла долго лежать на спине, очень было больно. И коленные суставы очень сильно беспокоили. Лечение, говорит Александра Ивановна, помогло ей вернуться к активному образу жизни. Медперсонал даже стал называть ее «наша оптимистка». После выписки у пенсионерки много планов. Не бросать плавание, гулять, наматывать километраж, делать зарядку ежедневную. И все предписания, которые нам дают доктора, выполнять. Таких историй в Уральском реабилитационном центре можно услышать немало. Чаще всего проблемами суставов страдают люди от 40 до 60 лет. Этот возраст считается вполне активным. Их социальная адаптация, возвращение к рабочему режиму, то есть как к социальной активности, к профессиональной активности, это очень актуально, в том числе и путем выполнения депротизирования. Юбилейная 10-тысячная операция могла состояться намного раньше. Центр, который был построен на частные средства местного бизнесмена Владислава Тетюхина, сегодня работает далеко не в полную силу. В год здесь проводят 5 тысяч операций, а можно делать 7-8 тысяч. Подавляющее число оперативных вмешательств для граждан бесплатны. Они проводятся в рамках системы ОМС или по заданию Свердловского Минздрава. А вот федеральных квот центр еще ни разу не получал. Эту задачу нам диктует реальность сегодняшнего дня, потому что нуждаемость пациентов в подобных операциях, она высокая. Количество пациентов, которым необходима высокотехнологичная медицинская помощь, оно остается большим. Несмотря на то, что у нас существенное количество операций, нуждающие еще и есть. В ближайшие годы Уральский клинический реабилитационный центр будет расширять свои возможности по оказанию медпомощи. Техника и кадровый потенциал позволяют. Уже сегодня наряду с эндопротезированием выполняется множество операций по другим профилям, например, гинекологии и урологии. Роман Марьяненко, Вадим Шолохов. Информационная программа «День». Свердловская область. Нижний Тагил. В Югре вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя в ресторанах и кафе. Впрочем, он относится не ко всем точкам общепита. Ограничения коснулись только тех мест общественного питания, которые расположены в многоквартирных жилых домах. Этот запрет связан с тем, что жильцы таких домов нередко жалуются на шум, который доносится из заведений ночью. Все в Югре более 3000 мест общественного питания. И данная норма касается 180 кафе и ресторанов. Добавлю, что в округе и так один из самых жестких региональных законов об ограничении продажи алкоголя. Запрет на торговлю горячителем действует с 8 вечера до 8 утра. С 1 октября многофункциональный центр стал предоставлять услуги для бизнеса. Это федеральный проект, пока он реализуется в статусе пилотного. Эксперимент пройдет в том числе на территории Курганской области. Сейчас отрабатываем ряд вопросов с ресурсоснабжающими организациями. Это энергетики, это земельники. То есть, чтобы как можно меньше наши предприниматели стояли в очередях и решали как можно быстрее те вопросы, которые у них возникнут. ФПЦ для бизнеса будет работать по принципу одного окна. Предприниматель может сдать пакет документов, необходимый для регистрации нового предприятия. Это займет 15-20 минут. Остальное за бизнесмены сделают сотрудники многофункционального центра. Потом они свяжутся с ним и вручат уже готовый зарегистрированный бизнес. Предприниматель оплачивает только необходимые госпошлины. Услуги многофункционального центра бесплатны. Пока новый сервис работает только в головном офисе МФЦ в Кургане, но в будущем единые окна для бизнесменов планируется открыть во всех отделениях многофункционального центра. Число предпринимателей растет в Тюменской области. Этому способствует программа «Самозанятость». Тем, кто захочет открыть свое дело, помогают прежде всего деньгами. О начинающих предпринимателях сюжет Инна Михайловская. Сварочный аппарат, горн, болгарка и металл. Все это Любовь Колясникова купила на средства по программе «Самозанятость». До того, как стать бизнес-леди, работала менеджером в этом самом цехе. Прежние хозяева решили его прикрыть, Любовь подхватила знамя. И сейчас нередко сама участвует в изготовлении заказов. Когда есть возможность поучаствовать, я также в цех прихожу, прошу мужчин и также стою и маску могу надеть, то есть и сваркой поработать, и какой-то узор загнуть на станке. А чаще всего вот с кисточкой или краскопультом работаю и рисую эскизы. Николай Антонов и еще один участник программы «Самозанятость». Стадо фермера пасется самостоятельно на огороженном участке близ села. Начинал с одной коровы, потом понял, чтобы зарабатывать деньги, животных нужно больше. Купил еще 10. Трактор был, не хватало кормозаготовительного комплекса. Решил поучаствовать в программе. Заявку приняли, средства выделили. И вот в хозяйстве появился новый агрегат. С этого все началось. Купил кормозаготовительный комплекс, начал изготавливать рулоны сена. Продаю, реализую населению, своему скоту. Хочем развиваться, строить дворик. Программа «Самозанятость» стартовала в 2012 году. И желающих организовать свое дело меньше не становится. Напротив, два года назад участниками этого проекта стали 196 человек. В 2015-м господдержку получили на 40 человек больше. А в этом году плюс еще 64. Вдвое увеличился и размер финансовой поддержки. С прошлого года он составляет более 117 тысяч рублей. При этом теперь стать участником самозанятости стало сложнее. Более качественный отбор происходит бизнес-проектов, которые предлагают непосредственно безработные граждане. Основные виды деятельности, конечно, рассматриваются только те, которые непосредственно востребованы на территории муниципальных образований. Основные из них я могу назвать. Это, например, розничная торговля, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств и разведение крупной рогатого скота. А в Упоровских селах в этом году появились шесть новых предпринимателей. И еще трое готовят бизнес-планы. Инна Михайловская, Андрей Захаров. Специально для информационной программы «День». Ну и последние матросы с Ямала, которые несут сейчас службу на Балтике, посетили военный корабль «Бразилия». О сходствах и различиях морской службы за океаном, которую спели заметить ямальцы в сюжете Виталия Зуева. От Уренгоя до Бразилии за одну минуту. Учебный корабль ВМС Бразилии, пришедший с визитом в Петербург, пришвартовался недалеко от подшефтного корабля Пуровского района. А члены экипажей пошли в гости к соседям. С малого противолодочного корабля на экскурсию отправляется 10 матросов и сопровождающие офицеры. Гостям на бразильском корабле показали лекционные залы, кают-компании, учебные классы, где будущие офицеры отрабатывают практические навыки на тренажерах. Не забывают и про традиционные средства навигации, как говорится на всякий случай. Уренгоя – боевой корабль, а Бразил – учебный. У него всего два небольших артиллерийских комплекса, но уровень комфорта для моряков выше. Экипаж бразильского корабля – 200 человек. Ещё 200 – курсанты военно-морской академии, которые в большом походе по Атлантике закрепляют полученные знания на практике. В северной столице корабль частый гостем. Бывал здесь не меньше полутора десятков раз. В такие плавания Бразил отправляется ежегодно. Например, в этом году после Петербурга он также зайдёт в Стокгольм, Амстердам, Гавр, посетит несколько городов США и Кубу. Матросы с Ямала, глядя на карту, говорят, что тоже не прочь сходить в такой дальний поход, посмотреть мир. Вот здесь место рулевого, это понятно, да? Это управление двигателями непосредственно. Там вот место командира корабля. Принцип такой же, чтобы просто понимать. Олег Карлинский, призванный из Таркасале, даже не предполагал, что сможет попасть на борт иностранного корабля. Подробнее расспросить бразильских коллег, говорит, помешал языковой барьер. И больше интерес вызвало оборудование. Ходовой пост, где управление всё есть, двигателями и управление кораблём. То есть так они управляют? Да. Ну, интересно. Я сравнил с нашим. Что-то похожее есть, но это учебный корабль. Спустя несколько минут уже российский малопротиволодочный корабль посещает иностранные делегации. Интересно, что меньше месяца назад Оренгой также принимал группу военных моряков из другой южноамериканской страны – Колумбии. Виталий Зуев, Юрий Тимошков, Остапа Бенков, Санкт-Петербург. Так сложился этот день в Иральской Федеральной Мокривой. Удачи!